Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире ведущая студии Ирина Чекунова. Совместно с сотрудниками госавтоинспекции мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня поговорим о статистике аварийности на дорогах Верхневожья с начала 2024 года. О чём говорят эти цифры? Каковы ожидания сотрудников госавтоинспекции от второй половины лета? Мой собеседник Игорь Новожилов, начальник отдела управления госавтоинспекцией УМВД России по Тверской области. Игорь Николаевич, приветствую вас! Здравствуйте! Итак, начнём со статистики. Что показывают цифры? Первое, с чего хотелось бы начать, это, как вы уже сказали, про национальный проект. Сегодня у нас в основе работы по кардинальному снижению смертности в ДТП на дорогах Тверской области лежит региональная составляющая федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В данном проекте основным и практически единственным показателем, критерием нашей оценки является безопасность дорожного движения, а именно количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Целями проекта на 2024 год, установленными указами президента, у нас является не превысить показатель смертности в ДТП по итогам 2024 года в 144 человека. То есть 144 человека этот показатель выставлен, а его превысить недопустимо. А почему именно такая цифра? Вся Россия, вся Россия разбита по субъектам. Каждому субъекту выставлен свой показатель. Есть указ президента, где в 2024 году, кстати, этот год последней реализации указа президента, будет следующий уже майский вышел. Напутствие, как говорится, прямое, к чему мы будем стремиться, это полтора раза снижение количества смертей к 2030 году по сравнению с 2023. Но 2024 год, он является последним годом реализации вот этого национального проекта, про который мы сейчас говорим. И показатели, соответственно, все отчитывались от 2017 года. Поэтому вот наша область 144. Там другим областям, в зависимости от населения, в зависимости от транспорта, от количества населения, выставлены свои показатели. В нашей области 144. Но в том числе учитывается, чтобы этот самый печальный показатель, он не был выше и предыдущего года, тоже это все учитывается. Да, по сравнению с 2017 годом идет плановое снижение показателя аварийности ежегодно. То есть был базовый 17-й, 24-й заканчивает. Сейчас будет следующий год базовый 2023, 2030-го мы пойдем с ежегодным снижением показателей. Такие же показатели будут выставлены. Но это я немножко отвлекся. Давайте, что по итогам первого полугодия 2024 года мы имеем на дорогах Тверской области. Итого у нас зарегистрировано 632 ДТП, в которых 58 человек погибли и 801 человек получил ранение. Цифры, конечно, очень неприятные и ужасные. Да, цифры, конечно, говорят сами за себя. Но что говорит анализ основных причин гибели людей в ДТП? Что основными по-прежнему причинами у нас являются выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения и наезды на пешеходах. Наезды на пешеходах в третье место. Третье место. 16% мы о них поговорим. Количество погибших дают нам наезды на пешеходах. Но больше всего у нас дает выезд на встречную полосу. Причиной более 30% аварий со смертельным исходом, то есть погибших 19 человек погибло у нас, стал выезд на встречную полосу. При этом следует отметить, что выезд происходит в разрешенных местах. То есть водители пренебрегают правилами дорожного движения в части обгона. Правило дорожного движения у нас четко говорит о том, что прежде чем начать обгон, водитель должен убедиться, что полоса, на которую он выезжает свободно на достаточном расстоянии, и его маневр не создаст помех другим участникам дорожного движения. Здесь у нас наши водители, водители, приезжающие в Тверской регион, как правило, этим правилом пренебрегают и думают о том, что выезжая на встречную полосу, они сейчас вот успеют и кончат свои маневры безопасно. Но, к сожалению, к большому сожалению, это происходит не всегда так, поэтому мы имеем 19 человек погибших, 30% аварий по этой причине. Здесь можно каким-нибудь образом профилактировать эту причину? Это на трассах в основном происходит? Да, загородные в основном трассы. Трассы. Что здесь можно, как можно изменить ситуацию, по-вашему? Здесь профилактика достаточно очень сложная. Самое хорошее было бы это разделение транспортных потоков, то есть установка расширения дорог, увеличение до четырех полос, установка разделительного ограждения. Но мы понимаем о том, что это идет у нас, но идет очень небольшими темпами развития имеется в виду в части дорожной инфраструктуры. Поэтому здесь профилактика должна осуществляться нарядами дорожно-патрульной службы, профилактика должна осуществляться гражданами. Там, ну, граждане, что это, видео в основном, там, где водители злостно нарушают ПДД, выезжая через встречную полосу, то есть через сплошную разметку. То есть тут разметка, вот где в основном это, минуя, вот что называется, разделительную разметку, где возможен этот обгон, да, они через сплошную? Через сплошную. Через сплошную в основном, да? Через сплошную. Для этого массовое создание негативного поведения водителя в части нарушения правил дорожного движения, а особенно проезда через сплошную линию, там, где этот маневр запрещен. Дополнительно, конечно, здесь надо, и мы совместно с владельцами дорог здесь работаем по установке дорожных знаков, обгон запрещен на тех участках, где действительно это будет небезопасно. Сейчас, последние года, работаем над тем, что та зона, выделенная для обгона, да, то есть прерывистая линия разметка, у нас места были такие, что они, ну, минимальные были, то есть где-то, ну, так примерно я говорю, под метров 200 выделено, при этом все прекрасно понимают, что скорости на загородных трассах у нас в разы больше сейчас, чем даже предусматривается этот, люди нарушают и едут, как бы, говорит, сейчас нештрафуемый порог, они превышают скорость, и вот это расстояние им не хватает для маневра совершения обгона. Поэтому такие места стараемся ликвидировать, при этом больше уделяем местам, где это действительно просматривается видимость встречного автомобиля, и этот маневр будет безопасен без всяких поворотов, спусков, подъемов, чтобы водитель на достаточном расстоянии видел, что его маневр будет безопасен. Человек, когда идет на обгон, он просто элементарно не видит, да? Он автоматически, конечно, смотрит, свободно, несвободно, но это же не самоубийца. Да, он просто... Есть места, как я же говорил, что он может не видеть, просто или перед поворотом, где может выскочить встречное транспортное средство, или дорога имеет уклон, соответственно, подъем, спуск, где также может выскочить транспортное средство, выехать, и водитель своевременно может его не заметить. Поэтому такие места стараемся убирать и сконцентрировать свое внимание на более безопасных. Там, где возможно, там, где лучше, там, где безопаснее, да? А что вообще показывает статистика реально, вот о чем вы сказали, где есть четырехполосное движение, где здесь разделение полос, там таких случаев меньше? Конечно, у нас есть дорога Москва-Санкт-Петербург, эксплуатируемая на платной основе, где у нас ограждение разделительное, там вообще мы таких аварий не наблюдаем. Более того, сейчас стремимся к тому, чтобы, приведу пример, дорога М9 Балтия, Москва-Рига. У нас сейчас происходит капитальный ремонт ее со 158 по 227 километр М9 до памятника. Соответственно, если мы раньше там наблюдали часто выезд на встречную полосу, то сейчас в рамках ремонта, пока еще ремонта и не сданного в эксплуатацию, этот показатель с выездом на встречную полосу уже гораздо меньше, потому что уже появляется четырехполосная, даже если стоят сейчас временные дорожные знаки, ограждения там, поэтому уже люди не выезжают, ну, нет возможности выехать, поэтому здесь показатель меньше. И надеемся, что в следующем году, как по планам, сдать этот участок в эксплуатацию, и на этом участке мы уже все-таки получим более безопасное движение в части выезда на полосустречное движение. Игорь Николаевич, среди основных трех причин аварийности в нашем регионе, вторая причина – это пьяная аварийность. Что делается здесь, какая профилактическая работа ведется, и какая будет цифра статистики? Да, вторым, наиболее часто встречающимся видом ДТП, в которых чаще всего погибают люди, является эта пьяная аварийность. Согласно данным статистики, за первое полугодие текущего года в регионе зарегистрировано 50 ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии. В данных ДТП 8 человек погибли, и 65 получили ранения. Предупреждение аварийности по вине нетрезвых водителей сегодня остается одной из приоритетных задач в области безопасности дорожного движения. Профилактика пьянства за рулем, я бы сказал, является первостепенной задачей, сотрудников госавтоинспекции. Никакие камеры фотофиксации, инженерные решения не смогут предотвратить ДТП с участием нетрезвых водителей. Только четкая, грамотная работа сотрудников госавтоинспекции, сотрудников дорожно-патрульной службы на дороге, активная пропаганда в средствах массовой информации, а также тесное взаимоотношение с гражданским обществом, главами муниципальных образований, людьми с гражданской активной позицией, помогут нам создать нетерпимость в борьбе с пьянством за рулем и дадут положительные итоги. Ведь водитель, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, приносит наибольшую тяжесть последствий. Как говорили в первой передаче, бывает разное, там он выехал на встречную полосу, не убедился и так далее, то здесь, как бы говорить, уже умышленно он садится за руль в состоянии опьянения и приносит нам достаточно тяжкие последствия. Игорь Николаевич, вы сказали, что роль госавтоинспекции здесь, конечно же, 90%. Но что сделать с головой-то этого человека? Здесь уже, наверное, вступает в игру степень тяжести наказания, чтобы что-то дошло до него, что нельзя, потому что ведь много повторных, да, вот как вы говорите. Да, действительно, здесь комплексная работа, как я уже сказал, должна быть, она должна проводиться вообще с детства, со школьной скамьи, как говорится. Потом это должно продолжаться и в автошколах, и на премьерах в обществе, это должно везде. Ведь это всё приносит негативное, просто негативное отношение должно быть. Такое создано среди людей, что они должны просто сразу же эту информацию передавать. Звонить по телефону 112, что водитель сел в состоянии опьянения, и наряд сразу же туда выделался. Ведь вот если посмотреть цифрам профилактической работы, не аварийности, о чём мы говорим, а профилактической работы в части привлечения водителей в состояние опьянения за управление транспортным средством, Так вот, за 6 месяцев текущего года составлено таких материалов более 1800. Вы представьте эту статистику, 1800. Это сколько предотвращено? Это предотвращено, да. При этом повторно, повторно, это уже предусмотрена уголовная ответственность, 264.1 Уголовного кодекса, статья. Таких водителей за первое полугодие выявлено 262. То есть представьте, сколько водителей у нас всё-таки садится за руль в состоянии опьянения. Ну и что вы сказали ответственности? Ответственность предусмотрена действующим законодательством у нас, кодексом об административных правонарушениях с статьями 12.8 и 12.26, штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полаутера до двух лет. Вообще работает, пугает, судя по тому, что как пили, так и продолжают пить? Или всё-таки какой-то плюс мы видим? К сожалению, к сожалению, нашего русского человека сильно вот это вот наказание не особо пугает. Потому что, наверное, здесь требуется, с учётом той статистики, которая на дорогах России, на дорогах Тверского региона фиксируется, более жёстко бороться с водителями в состоянии опьянения. И санкция, наверное, должна быть более жёсткая за такие нарушения. Ведь я ещё раз повторю, наверное, что этот водитель сознательно идёт на преступление. Я бы сказал, вот так даже. Вы говорили о том, что очень важна здесь жизненная, скажем так, позиция жителей региона. Звонят, часто звонят, что видят что-то неадекватное в поведении, что видят кто-то пьяный, собирается садиться. Звонки поступают, действительно поступают. Чаще всего, конечно, граждане звонят с далёких деревень. Бывают такие случаи, что у нас наряд пока едет, водитель уже и уехал куда-то, сложно найти его. Но звонки поступают на регулярной основе. И спасибо гражданам за такую активную гражданскую позицию. И я ещё дополнительно хочу раз призвать всех не только исключить факты управления транспортным средством в состоянии опьянения, но и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Контроль трезвости. Как по-прежнему с такой же интенсивностью будет проводиться, как обычно, основной упор на пятницу? Контроль трезвости. Мы стараемся проводить профилактические мероприятия на постоянной основе. Ежедневно нарядом ставятся задачи по профилактике данного вида дороже транспортных происшествий. Но, как правило, показывает у нас статистика. Наибольшее количество ДТП в состоянии опьянения у нас происходят в выходные. Поэтому, как и раньше, в выходные дни мы просто будем усиливать сейчас продолжать работать в том же русле и только усиливать профилактическую работу по вине нетрезвых водителей. Так как сейчас тёплое время года, граждане у нас отдыхают, как правило, за городом. И там чаще всего происходит ДТП. Буквально сегодня ночью было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие в Пеновском районе Тверской области, где водитель погиб, и предварительно он находился в состоянии опьянения. Третья причина аварийности – это наезды на пешехода. Да, наезд на пешехода в этом году у нас опять растёт, как я бы сказал, в прошлом году. По итогам этого же периода у нас как-то стабилизировалась ситуация. Но по итогам шести месяцев текущего года погибло 9 человек. Таких происшествий, опять же, 16%. Это на одинаковом мы идём с пьяной аварийностью. От общего количества получили ранения 120 пешеходов. Пешеход у нас, как правило, он незащищённый. Бывает, пешеходы очень часто пренебрегают правилами дорожного движения, особенно на загородных трассах, где... Ну, или дороги в элитные автомагистрали, где отсутствует как бы инфраструктура, тортуары и так далее. И пешеходы двигаются по проезжей части, по обочине, да даже часто в состоянии опьянения пешеходы двигаются. Да и ДТП много таких происходит, когда пешеходы вообще идут по проезжей части, да даже лежат на проезжей части. То есть по вине самих людей. По вине самих людей. Поэтому здесь должна также быть комплексная работа. И водители должны своевременно, как говорится, держать руку на пульсе и быть готовыми к появлению пешехода. В любом месте, будь то из-за кустов, наушниках, он в условиях непогоды. И, конечно, пешеходы должны быть внимательными на дороге. Работает та инфраструктура, вот хотя бы в областной столице, мы скажем так, это лежачие полицейские, новые знаки, зебры, которые могут уберечь людей? Действительно, обустройство инфраструктуры элементами безопасности дорог, они влияют на улучшение дорожно-транспортной обстановки в таких местах. Ведь даже та же искусственная неровность, установленная, все равно она снижает скорость. Если бы водитель проехал с разрешенной скоростью, там в населенном пункте 60, то здесь, если он проедет 60, его уже достаточно так встряхнет, что он все-таки подумает о своем транспортном средстве и снизит скорость, тем самым снижение скорости. И особенно это устраивается в местах, где пешеходные переходы. Если даже такие бывают случаи у нас, когда происходит и в оборудованных местах наезды на пешеходов, но тяжесть последствий здесь значительно ниже. Давайте еще раз мы напомним о уважаемом пешеходам. Это нерегулируемые пешеходные переходы. Как правильно выходить на дорогу, куда смотреть? Первое, что хотели бы посоветовать пешеходам, это передвигаться только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по обочине. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движения. Переходить дорогу можно по пешеходным переходам. В том числе мы говорим о нерегулируемых, вы сказали. Нерегулируемые они более небезопасные пешеходные переходы, где водитель может не заметить. Поэтому прежде чем выйти, конечно, на пешеходный переход, надо убедиться, что транспортное средство остановилось и вас пропускает. Не надо идти не убедившись, потому что водитель может не заметить, солнце ослепило. Как правило, водители могут отвлечься на что-то, на смартфоны и на телефоны и так далее. Поэтому здесь совет убедиться. Ну а при отсутствии пешеходных переходов, конечно, на перекрестках, по линии тротуаров или обочин, и опять же убедившись, что вблизи транспорта нет или транспортное средство вас пропускает. Сейчас лето, Игорь Николаевич, очень актуально. Велосипеды, мототехника и так называемые пресловутые средства индивидуальной мобильности. Несколько минут у нас на это есть. Давайте расскажем, как с этим ситуация обстоит. Да, с наступлением летнего периода, как вы уже сказали, увеличивается количество ДТП по вине водителей мототехники. По итогам полугодия зарегистрировано 50 таких дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 53 получили ранения. Да, это сезонная, как говорится, сезонная аварийность, которая дает в летний период потом мотоциклисты, мопедисты, средства индивидуальной мобильности, они уезжают как бы с дорог в основном. Но здесь мы свою работу нацеливаем. Ежедневно также нарядом ставится задача по профилактике данных видов нарушений со стороны водителей мототехники, ну и средств индивидуальной мобильности, что в последние годы у нас стало актуально. Поэтому здесь просьба ко всем участникам дорожного движения, использующим в качестве передвижения мототехнику, средства индивидуальной мобильности, соблюдать правила дорожного движения, быть бдительными на дороге. А где в основном фиксируется большее количество ДТП вот такой вот именно с летним видом техники? Это за городом или непосредственно в городах? Фиксируется основной всплеск аварийности с участием мототехники в городах. У нас в городе Твери, в районных, ну как говорится, в деревнях, я бы так сказал, на дорогах местного значения, муниципальных образований, где, как правило, у нас водителями являются несовершеннолетние, и им родители позволяют, покупают эту мототехнику и дают в право пользования. Да, может быть, там транспорта меньше, но там, как правило, фиксируется тяжесть последствий, очень большая со стороны этой категории участников дорожного движения. Транспорта нет, так они могут себе позволить разогнаться так, на грунтовой дороге, и не справляются с управлением, опрокидывание, съезды в кювет. И вот это основные причины, которые у нас зарегистрированы по вине водителя мототехники. У нас просто значительно, в том числе вот по этому причину, ухудшилась ситуация с аварийностью по вине водителей, не имеющих права управления, либо лишенных права управления. То есть, не имеющие катёры садятся за руль. Количество погибших в таких ДТП составило 16%, или 9 человек. Данный показатель у нас вырос по сравнению с предыдущим годом, я просто ужасающую цифру сейчас назову, 350%. Ничего себе! Если вы представляете, у нас сейчас 9 человек, это плюс 350% по сравнению с теми показателями, то есть сейчас по вине даже, вот я бы сказал, наверное, по вине взрослых, отдают которые там мототехнику, отдают, мы сейчас говорим, они сознательно отдают лицу, не имеющим права управления. Вот мы недавно делали в патронной службе, искали таких вот малолетних водителей мопедов, которые буквально держат страхи населения Сахарова, Аввакумова, там. Они с огромной скоростью несутся, уже несколько было случаев, когда могло всё закончить страшной аварией. Здесь отвечают родители. Вот, да, я и хотел ещё раз обратиться к родителям, которые сознательно отдают лицу, не имеющую права, как игрушку покататься. Но вот эта игрушка приводит к потом очень печальным последствиям. И прежде чем это совершить, надо подумать. И мой совет – не приобретать никакого мототранспорта, пока ваш ребёнок не отучится, не получит соответствующую категорию, а развлечь его в других местах не более безопасно. И напоследок советы всем участникам наружного движения по традиции нашей программы. Уважаемые водители, госавтоинспекция Тверской области призывает вас быть бдительными на дороге, быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно в неблагоприятных погодных условиях, когда идёт дождь и ограничена видимость, а также в тёмное время суток. Заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, особую ответственность проявлять на проезжей части в местах, где возможно появление детей, где дорожными знаками обозначено, что на дороге имеется часто пересекаемый маршрут движения детей. Помнить о том, что юные участники дорожного движения у нас, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны и довольно часто неправильно могут оценить скорость движения автомобиля, а порой не совсем знать, где и как переходить. Прежде чем переходить, я ещё раз повторюсь по пешеходным переходам, убедиться, что этот переход будет безопасен, быть предельно бдительными на дороге, внимательными при пересечении проезжей части. В тёмное время суток на загородных трассах иметь световозвращающие элементы на одежде, позволяющие обозначить вас на дороге, пешеходу обозначиться и водителю для того, чтобы пешеход был виден. Ну и для всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, от чего будет зависеть ваша жизнь и здоровье. Спасибо большое, Игорь Николаевич, за ваши советы. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был начальник отдела управления госавтоинспекции УМВД России по Тверской области Игорь Новожилов. Всего доброго, берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения.